студия диафильм представляет основы политических знаний для системы партийной учебы как развивается общество материальное производство основа развития общества развитие общества подчинено объективным законам карл маркс и фридрих энгельс открыли и сформулировали эти законы и показали что они могут быть познаны и использованы для научного объяснения явления общественной жизни и для преобразующей деятельности коммунистических партий и руководимых ими трудящихся масс ленинизм вечно живой источник революционной мысли и революционного действия 50 лет великой октябрьской социалистической революции тезисы цк кпсс марксистское учение об обществе было развито и обогащено в новых исторических условиях владимиром ильичом лениным марксизм ленинизм учит что общество это исторически сложившиеся объединение людей связанных между собой определенным способом производства материальных благ необходимых для жизни способ производства материальных благ это единство производительных сил и производственных отношений он является основой существования и развития общества изменение способа производства приводит к перестройки всего общественного организма Средства производства, совокупность средств и предметов труда, и люди, обуславливающие их в процессе производства, вместе образуют производительные силы общества. Производственные отношения – это объективные экономические связи, которые складываются между людьми в процессе производства общественного продукта и распределения материальных благ. Производственные отношения определяются формой собственности на средства производства. В Царской России в 70-х годах XIX века из общей площади – 91,5 миллиона десятин земли, помещики-дворяне владели – 75 миллионами десятин. На рисунке – типичное расположение крестьянских и помещичьих земель после реформы 1861 года. Частная собственность на средства производства в буржуазном обществе ведет к тому, что капиталистическое меньшинство эксплуатирует большинство народа, трудящихся. Производственные отношения составляют фундамент, базис и определяют собой его надстройку, то есть характер политической власти, политику государства, общественные идеи, содержание литературы и искусства. Фундамент, базис включает в себя производственные отношения, форма собственности на средства производства, форма распределения, классовая структура. Надстройка. Это – государственная машина, политика, право, философские и художественные взгляды, мораль. Отжившие производственные отношения становятся преградой, тормозом для дальнейшего развития производительных сил. Конфликт между производительными силами и производственными отношениями, неизбежно возникающий в антагонистическом, классовом обществе, является экономической основой социальной революции, которая приводит к гибели старое общество. При социализме впервые в истории отпадает надобность в революционном неспровержении существующих производственных отношений. Средства производства здесь принадлежат трудящимся, которые сами заинтересованы в преодолении противоречий, в совершенствовании производственных отношений. Коммунистическая партия и социалистическое государство, которые выражают интересы народных масс, подмечают и анализируют возникающие противоречия и принимают необходимые меры для их планомерного устранения. Классы и роль классовой борьбы в развитии общества Классами называются большие группы людей, различающихся, по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой. Владимир Ильич Ленин Классы существовали не всегда. При первобытно общинам строя производительность труда была настолько низкой, что люди, сообща добывая средства к жизни, потребляли все без остатка. Материальных, экономических условий для появления классов не было. С появлением частной собственности на средства производства, общество раскололось на классы, возникла эксплуатация человека человеком. Рабы и рабовладельцы – основные классы первого классового общества, рабовладельческого. Экономическую основу его составляет частная собственность рабовладельцев, на средства производства и на самих работников, рабов. С разделением общества на классы, для поддержания господства одного класса над другим, создается государство. Оно представляет собой особую политическую машину, аппарат власти, имеющий отряд вооруженных людей, суды и тюрьмы. Многочисленные восстания рабов и нашествия иноземных варварских племен, расшатывали рабовладельческое общество. На смену ему пришел феодальный строй. Основные классы феодального общества – помещики и крестьяне. Его экономическая основа, собственность помещика на землю и неполная собственность на работника-крестьянина, помещик имел право заставить крепостного трудиться на себя, продать или купить его, но не мог убить его. Крестьяне не раз восставали против помещиков. Поднимались ремесленники и нарождающиеся буржуазии. И как в свое время пал рабовладельческий строй, уступив место феодальному, так и феодализм, с течением времени и жил себя, и был заменен более передовым строем – капитализмом. Капитализмом называется такое устройство общества, когда земля, фабрики, орудия и прочие принадлежат небольшому числу землевладельцев и капиталистов, а масса народа не имеет никакой или почти никакой собственности и должна поэтому наниматься в работники. Владимир Ильич Ленин. Рост богатства у кучки капиталистов и ухудшение положения большинства трудового народа – закон капиталистического общества. Владимир Ильич Ленин раскрыл характерные черты и основные противоречия высшей стадии капитализма – империализма. Научно доказал, что империализм не только высшее, но и последняя стадия развития капитализма – канун пролетарской революции. Капитализм сам по себе не умрет, необходима решительная революционная борьба народных масс во главе с рабочим классом, самым революционным классом истории. Необходима социалистическая революция. Пролетарская революция – закономерный переход от капитализма к социализму. 20 век – век революций. Социалистические, антифеодальные и национально-освободительные революции охватили четыре континента из пяти и победили более чем в 80 странах мира. Маркс, Энгельс и Ленин доказали, что социалистическая революция – закономерное явление в развитии капиталистического общества. Она призвана заменить отживший капиталистический строй новым общественным строем – социализмом. Могильщиком капитализма и строителем социализма является рабочий класс, потому что он не связан частной собственностью, он самым эксплуатируемый класс, составляет главную производительную силу общества, наиболее политически организован и вооружен передовой революционной теорией – марксизмом-ленинизмом. Рабочий класс ведет борьбу в трех основных формах – экономической, идеологической и политической. Основные формы классовой борьбы пролетариата. Экономическая – за более выгодные условия продажи своей рабочей силы капиталисту. Политическая – высшая форма – против власти буржуазии и ее антинародной политики – за демократические права и свободы, за диктатуру пролетариата. Идеологическая – против духовного гнета буржуазии – за вооружение рабочего класса марксизмом-ленинизмом. Высшей формой организации рабочего класса, руководящей силой в его борьбе за завоевание власти и построение социализма и коммунизма, является марксистко-ленинская партия. Ленинское учение о социалистической революции служит верным компасом коммунистическим партиям и рабочему классу в борьбе за свержение господства буржуазии и установление диктатуры пролетариата. Наиболее многочисленный и надежный союзник рабочего класса – крестьянство. Его союзниками в революции являются также мелкая буржуазия, ремесленники, мелкие торговцы, большая часть интеллигенции, эксплуатируемые массы трудящихся других стран, народы, борющиеся за национальное освобождение. В результате победоносной социалистической революции устанавливается диктатура пролетариата, власть трудящихся, руководимых пролетариатом. В октябре 1917 года в России провозглашена диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата необходима для того, чтобы сломить сопротивление свергнутых классов, передать народу средства производства, отстоять и закрепить революционные завоевания. Главное ее содержание – не насилие, а созидание, строительство нового, социалистического общества, руководство рабочим классом, всеми трудящимися в интересах социалистического строительства. Коммунистическая партия – великая преобразующая сила общества. Коммунистическое движение существует более ста лет. За этот период коммунистические партии превратились в самую влиятельную политическую силу современности. Маркс и Энгельс были создателями и руководителями первых организаций пролетариата. В 1847 году они основали Союз коммунистов, который объявил своей главной целью – свержение буржуазии, установление господства пролетариата, уничтожение старого и создание нового общества, общества без классов и частной собственности. Дело Союза коммунистов продолжило Международное товарищество рабочих, созданное под руководством Маркса и Энгельса в 1864 году. Эта первая массовая международная организация вошла в историю под названием Первого интернационала. Она подготовила почву для возникновения национальных пролетарских партий. На рубеже XIX и XX веков родилась пролетарская партия в России. Начав свой путь с нелегальных марксистских кружков, она провела народные массы России через пламя трех революций и с октября 1917 года стала правящей партией первого в истории социалистического государства. Ныне она объединяет в своих рядах почти 14 миллионов коммунистов. Владимир Ильич Ленин всесторонне разработал учения о коммунистической партии, о закономерностях и условиях ее возникновения, о ее исторической миссии, о сущности и роли ее теории, о программе, тактике и организационных принципах. Величайшее в мире освободительное движение угнетенного класса, самого революционного в истории класса, невозможно без революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастает из совокупности революционного опыта и революционной мысли всех стран света. Владимир Ильич Ленин Большевизм существует, как течение политической мысли, и как политическая партия с 1903 года. Владимир Ильич Ленин С созданием партии нового типа в России, международный пролетариат обрел подлинный революционный передовой отряд всего мирового коммунистического движения. Третий, Коммунистический интернационал, был новой ступенью в коммунистическом движении. Он объединил коммунистические партии разных стран, помог образованию новых партий, руководил международным движением рабочего класса. Коммунистическая партия – единая, сплоченная, строго дисциплинированная организация, коллективный вождь рабочего класса и его союзников. Научно обоснованная программа – главный руководящий документ партии. Он закрепляет идейное объединение ее членов, направляет деятельность партии, как целого политического организма, способного выдерживать линию, при всех и всяких поворотах событий. Устав Коммунистической партии – основа построения партии, как единой, сплоченной организации. В нем определены формы организации и методы работы партии, нормы ее внутренней жизни, принципы руководства, принципы приема новых членов, обязанностей и права коммунистов. Под руководством КПСС наш народ смел сопротивление эксплуататоров, разгромил интервентов, построил социализм и отстоял его завоевание в Великой Отечественной войне. Под руководством Ленинской Коммунистической партии советский народ уверенно идет к коммунизму. Субтитры создавал DimaTorzok